эй хоу мои друзья я дима баш это блог спик тубаш и прежде чем мы начнем сегодняшний ролик ты обязательно подпишись на канал поставь лайк нажми колокольчик ну ты сам знаешь что делать и прежде чем представить сегодняшнего гостя я еще кое-что скажу хочу сказать что у нас есть телеграм-канал есть vk групп где ты можешь посмотреть совершенно разный контент так что подпишись ссылки будут все внизу ну что начинаем спик тубаш прожать всего одну вещь дело красиво мазхэв на звук плотно подзев в культуру сделав посев прилипнет будто припев ломарова звука агент стучишься роп как ты рейв он выбит а с ноги всей шум из-за бункера верь ты там где нужно поверь правильно делай акцент вещается вейв техич рекордингс металл хэдс мувим шаду hospital records магадан как вы думаете причем здесь магадан магадан это город на северо-востоке россии суровый город с маленьким коротким летом и этот город реально воспитал мировую звезду днб сцены который своей музыкой покорил сердца многих людей на всей планете он доказал что наши люди делают не худший драм-бэйс чем делают на западе на его треках выросло не одно уже поколение современных музыкант и конечно же как вы думаете кто это это глеб сабвейв глеб здарова готов все не поговорить по пиздим каждому есть что сказать каждому с чем поделиться и он сегодня вам расскажет много интересных историй о музыке о себе о своем детстве воспитании и как ему позвонил голды так что никуда не переключаемся всем привет это глеб сабвейв сегодня специально для блога speak to bash мы поговорим немножко обои карьере о моем творчестве поэтому не переключайтесь и подписывайтесь на канал и так друзья как вам обещал мой магаданский друг но сейчас он живет москве это глеб сабвейв мировая звезда дмб сцены ну что глеб начнем диалог наш привет да слушай вот есть такая песня еду в магадан а ты когда из магадана уезжал ты пел такую уезжаю из магадана еще не было этой песни но есть песня михаила круга магадан называется значит опять домой она трогает до глубины души до сих пор прекрасная композиция ну я слышал такую историю что под эту песню ты там это футболки рывал когда-то был такой не было значит я ошибся но видимо другие люди когда ты уезжал на на да я видел это но это был не а вас очень популярна эта песня в вашем городе слушай я уже начал любить эту песню по отъезду на момент проживания не помню чтобы кто-то любил наверное да популярно ностальгия да тянет домой очень сильно часто там бываешь мне было 2008 года расскажи немножко про свой город это прекрасный маленький город сто тридцать тысяч населения примерно он суровый был на тот момент когда я жил было там непросто но природа вайпенза конечно это скорее всего я уже сам себе на придумываю и намного лучше о нем думаю чем было на тот момент но это правда глубоко сидит в душе этот город и не отпускает вот я все обещаю и семье и семье каждый год летом поехать туда и все что-то не получается вот но я надеюсь что получится может быть просто взять купить билеты на самолет на следующий год и все звучит очень просто но тем не менее мне очень интересно как этот город повлиял на его музыку вот и сейчас и постараемся это узнать как ты думаешь вот этот суровый климат короткое лето в люди окружающие там же сопки у вас еще да да море да вот это это как-то повлиял на твою музыку скорее всего мне сложно судить но вот и сейчас спросил это я вспомнил первые наши релизы на десайфа был такой лейбл диджей трейса возможно до сих пор есть я не в курсе он назвал наш саунд холодный зимний драм-н-бэйс видимо это было каким-то отражением того что мы делали скорее всего я не знаю что влияет на на тебя обстоятельства природа либо музыка которую ты слышишь либо все в комплексе но возможно все это вместе повлияло каким-то образом 0 случае как я думаю что в музыкальное формирование музыкальное предпочтение снова формируется как-то в детстве и потом уже становится расскажи как у тебя было детство вообще проходило в магадане вообще начал жить с 11 лет до этого я жил в маленьком поселке с населением в тысячи человек поселок радистов он назывался там якобы радисты жили радио эти чуваки это было прекрасное детство было рядом лес то есть беззаботно все дела музыку я не слушал никакую потом в 11 лет переехал в магадан я немножко столкнулся с новой действительностью это все-таки был суровый город были некоторые проблемы и лет в 12 я начал слушать рэп наверно 12 лет это было первая кассета была рэп хиз 94 это было прям крутое спасение от реальности которая немножко меня угнетала и была сложной для маленького мальчика который приехал из из леса по факту в большой город магадан у меня был кассетный плеер мне родители купили я слушал рэп наушники я прям помню это красная кассета это по чуть-чуть меня начало затягивать вообще в музыку широкие штаны там это носок на голове широкие штаны были носка не было наверно помню были постоянно вот эти терки между металлистами и рэперами а ты сочинял сам рэпчик ну нет я и мне очень сложно со со слогом я даже честно говоря слушая песни никогда не обращал внимание на поэзию почему-то мимо меня это все летит а на что ты обращаешь внимание в треке на музыку на мелодичность на на продакшн на сам груз да а слова что-то как-то не знаю почему хотя я люблю литературу но поэзия не мое вышел ты говоришь любишь литературу поскольку лет начал читать мой очень рано начался сказок пушкина сборник у меня был какой-то очень долгое время книги были для меня в целом панацеи вообще не знаю от чего или почему но я зачитывался всем подряд там от классической русской литературы потом я жестко посел на сайфай отечественный зарубежный не примерно наверное лет до 30 с чем-то я постоянно читал перед сном то есть час я должен был что-то прочитать ну не то что должен мне было это приятно а потом как-то интернет все это развилось так что сейчас я читаю либо документалистику либо статьи о чем-то художественную литературу не читал уже очень давно очень приятно встретить человек это очень много читает я сам много очень читаю и вот каждый день перед сном я у меня всегда час для чтения есть я считаю что человек который читает он живет тысячи жизней а который не читает всего лишь одну жизнь согласен с этим звучит справедливо да даже понимаешь что вот это тоже формирует твое сознание этого мира зрения конечно конечно образование очень важно любимая твоя книга три стигматы палмера элндрича филиппа дико ты в детстве у вас же там реки море да а то уек ловил блин я вообще пару раз был с папой на рыбалке и меня не очень получилось ну у нас холодно и естественно в основном зимняя рыбалка и сидеть в минус 40 как это называется лунка на лунке и типа ждать когда что-то клюнет что-то мне не очень понравилось кстати кто не знает что такое йога это типа как питере корюшка правильно понимали маленькая такая рыбка да только у нас корюшка пахнет в магазине тоже корюшка есть от нас пришла пришла ты читал книги а фильмы как тут фильмы тоже огонь и до сих пор люблю кинематограф вообще одно из важнейших искусств как говорил ленин началось до папа купил видик достаточно раннем возрасте мне кажется лет восемь было но на тот момент это был прямо раритет были эти кассеты зажеванные какие-то непонятные боевики в этот схватка это было очень круто робокоп и все эти ну и впоследствии сейчас тоже я люблю очень сильно смотреть кино у тебя был переходный возраст как и у всех нас ты как тут дичем как он тебе появлялся я например с дома уходил тебя было что-нибудь такое кардинальное блин нет у меня музыка захватила все я типа пропал туда полностью с головой компьютер нету человека не я общался было много друзей но я не без ее был никогда достаточно интеллигентный себя всю энергию которая у тебя была подросткова ты вливал в музыку наверно да так все повлияло на тебя проводит же и так все захватило блин да ну это же крутая музыка она на многих повлияло как ты понял что у тебя получается муслу которое нравится другим фидбэки первые когда получил у нас был какой-то плюс-минус образовалось сообщество магадане там их человек там пяти семи которые писали электронную музыку и как мы собирались и слушали друг друга и типа мне говорили типа класс я такой нифига себе класс круто буду дальше делать ну и в целом я сам понимал самое главное самокритика и но не бездумно и когда ты такой я делаю классное дерьмо не а вот когда ты в основном думаешь что делаешь полную хуйню но типа из этой хуйни хотя бы одно из ста типа заебись то есть ты самокритичен к себе очень сильно ты когда пишешь трек сколько ты отсеиваешь треков и сколько у тебя остается на выходе да принципе как и раньше было все так же процентов 90 идет в утиль но именно если что касается моего творчества личного потому что я делаю до дофига всяких проектов сторонних там реклама кино музыка и так далее именно свое творчество конечно отсеивается 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 а ты как критики вообще отношусь отлично ты критику воспринимаешь учишься на ней или да и хрен то с ними лучше знаю блин хороший вопрос я не помню чтобы меня кто-то адекватно бы критиковал когда-либо кстати да не вообще нормально то есть тут надо понимать что есть критика есть вот современный мире хейт да просто не хейт но мы говорим по нормальной критике отлично конечно но если мне я сам знаю что типа это крутой трек мне в принципе плевать вообще на всех типа я делаю музыку скорее для себя чтобы она меня тронула и сама меня трогает я понимаю что это не просто так было сделано если вып voilà все сделано для того чтобы угодить кому то для то чтобы сделать конъюнктурные какие-то вещи это может работать в моем случае это не может работать я должен максимально быть уверен в том что и сделал имеет и должно нравиться я должен понимать что это теперь меня трогает если это так то дальше как бы, ну обычно это работало, если меня трогало, значит и трогает всех. Хорошее определение. Ты начинал еще писать, я знаю, Speed Garage. Да. Это был до Дорамбейса. Ну да, ну в целом я типа, я не знаю, все вместе тогда, Jungle, Speed Garage, просто у нас был очень популярен в Магадане по какой-то неведомой причине. Слушай, я вот знаю такую музыку Garage, а Speed Garage это типа ускоренный гараж? Блин, ну тут долгий может быть разговор, Speed Garage это вроде как на 135-140 BPM, прямая бочка, вот эти басы синусоидные, гараж, это в целом, наверное, определение, потому что есть тут Step Garage, сейчас есть Future Garage там и так далее, вот Speed, ну тогда это была прямая бочка, вот эти 187 Lockdown, типа самый, пример, популярный, вот эти треки, например, Speed Garage назывались. У вас был такой радио Карибу. Офигеть. У тебя было радио Карибу, где ты выступал со своими треками, как ты вообще туда зашел, откуда ты это знаешь? Да, у меня папы знакомые были, владельцы этого радио. Как это вообще тебе пришло, скажи, на радио? Ну, поскольку город маленький, то, естественно, любое маломальское событие, а там какой-то проект электронной музыки, конечно, сразу можно было там идти на радио и об этом час пропиздеть. Ты спокойно вообще, он говорил с людьми, общался в те времена? Да, легко, абсолютно, да. То есть не было никаких комплексов? Комплексы, конечно, были. Ну, это же гиперкомпенсация, ты пытаешься преодолеть, превозмочь. Какие-нибудь забавные ситуации были на радио? Я помню, что мы постоянно, тогда была популярная тема заказывать треки. Там за 100 рублей, могу ошибаться. Тебе звонили и сказали, типа... Не, мы сами звонили, мы постоянно заказывали с Друганом адский драм всякий, сапфоникс, там, декодер. И то есть играет там всякая Музлова, какая-нибудь Вика Цыганова, и вот этот трек для Глеба и Саши. И там начинает, мап-мап-мап-мап, и мы такие, да. Да, и вы такие, уп-поп-поп-поп. Разъебали. А выпуски нет остались, там записи из тех? Вряд ли, вряд ли. Я вообще не коллекционирую историй о себе, если честно. То есть у тебя домашний фотоальбом со старых, там, детских фото? У мамы есть, у жена собирает сейчас семейный альбом. У меня какое-то странное отношение. У меня даже не все мои пластинки есть. Ну, это нормальное явление для музыканта. Может быть. Просто раздарил, либо кто-то... Ну да, да. Послушайте, она ушла куда-то. Да. У тебя вот в школе конфликтные ситуации возникали? Прямо такие серьезные? Ну, у меня было два школьных этапа. Первый я учился просто в школе. Она была математической. До седьмого класса. Пришел к нам задира, условно так говоря, в класс. И начал на какого-то малыша уебываться. Я ему, типа, указал, сказал, типа, что ты, блядь. И он меня с друзьями отпиздил потом на улице. Это достаточно сильно мне повлияло. Потому что я немного в таком розовом пузыре жил до этого. Думал, что можно со всеми договориться. Когда меня отпиздили, я, конечно, понял, что нихуя себе мир жесток. Вот. А потом я поступил в лицей после седьмого класса. И там были достаточно интеллигентные и приятные люди. Слушай, Глеб, вот мы переместились с той стороны комнаты в эту. Почему это произошло? Нихуя себе. Наверное, потому что, чтобы сделать более разнообразную картинку. Когда ты пишешь музыку, ты перемещаешься по комнатам для того, чтобы сделать разнообразную картинку? Поскольку у меня есть плохая привычка курить, люблю, когда что-то делаю, и вроде как находится какой-то грув, бит, саунд, сразу пойти перекурить на балкон. И зачастую из-за этого очень часто хожу. То есть, ну, в обычной жизни можно скурить одну сигарету в час, когда делаешь трек, и когда он супер заходит, можно там прям каждые 10 минут отходить. Каждый перекур твой что-то добавляет в трек? Ну, тут скорее, типа, это оправдание, естественно, так не надо делать, и в этом нет никакого плюса, не курите, не начинайте. Ребята, вы слишком много курите, с такой отдышкой вам не пробежать из 100 ярдов. Запомните, курение вредно для здоровья. Ну, типа, для меня это такой рестарт. То есть, я вот делаю, о, круто, пойду перекурю, и забыв немного, что я делаю свежими ушами, послушаю, и пойму, то ли не то. Сколько у тебя сигарет занял самый твой долгий трек? Офигенный вопрос. Тут скорее зависит от какой долгий трек был самый. Учитывая, что там есть пару треков, которые я делал в течение года. А тебе бывало такое, что ты написал трек, все, офигенный, выкурил пачку сигарет, лег спать, утром проснулся, включаешь. Не то. Ну, да, это, на самом деле, достаточно банальная тема, когда ты что-то делаешь, особенно уже в ночи, и ты думаешь, господи, как же я хорош. И сюда даже есть мем отличный на эту тему, тиктоковский, типа, где показано, как чувак делает, и там прям такой бит классный, и с утра слушаешь, и там полный пиздец. А ты когда-нибудь на кого-нибудь вернулся из иностранных звезд, ну, Дэн Белли? Конечно, конечно. Началось все, наверное, с вот этого джангла, всего драм-н-бэйса английского. Что именно личность? Не, мне все равно было на личность всегда вообще. Я вообще считаю, что нужно отделять личность от творчества. Почему? Ну, потому что иногда это касается не только музыки, а в целом творчества любого, литературы и так далее. Ну, даже вот сейчас современная культура, cancel-культура, когда там отменяют актеров, музыкантов за что-то. Это сложно. То есть, условно, тот же Лавкрафт, он был расистом, например, да? Он как бы ненавидел вроде как черных, но это было такое тогда время, это было абсолютно неправильно, да. Но это не означает, что, типа, не надо читать его творчество и через эту призму воспринимать это творчество. В целом, произведение, когда любой автор заканчивает, оно уже живет само по себе, отдельно от автора. И дальше уже могут быть интерпретации и так далее. Притягивать за уши личность как автора, это, на мой взгляд, может, часто это тебя может разочаровать. Ты, типа, думал, что вот человек такой, он такое творчество создает, а потом ты узнал, что он вроде как оказывается, там, алкаш там или что-нибудь такое. И, типа, блин, мне это не нравится. Как Чалис Буковский? Типа того. То есть творчество живет отдельно от личности? Я очень надеюсь на это. Ну, естественно, это все взаимосвязано. И в современной масс-медиа культуре, конечно, артисты, музыканты, то есть, тем более попсовые, они неотъемлемо являются. Особенно певцы, певички и так далее. Они поют, естественно, они представляют свой образ и делают из себя какого-то идола, плюс-минус. И люди смотрят не просто на песни, а еще и на человека как личность. Опять-таки, это все тоже искусственно созданный образ, который не является тем, что он на самом деле является. Не обращай внимания, у нас просто упал оператор. Мы говорили, что творчество и личность – это разные вещи. Скажи, а у тебя много личностей? У тебя есть личность семенина, личность музыканта, личность продюсера. Конечно, мы всегда остаемся теми, кто мы на самом деле внутри себя в любом случае. Мы исполняем роль, различную роль в бизнесе, в общении определенную роль играем. В семье, в общении с дочкой, чуть мягче ты себя ведешь. Ну, я не сказал, что это прям диаметрально разные личности, просто чуть разные эмоции включаются. Характер по-другому работает или так? Давай поговорим про образы. Во многих тусовках диджей-артист, он извлекает, можно сказать, людей. И все на него смотрят. Там есть разные образы они создают. Тебе никогда не хотел создать какой-нибудь образ, когда ты выступаешь? Борис Бречен, например, в маске. Да, 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 я понимаю, о чем ты. Хотелось, и мне многие типа подсказывали. Я либо из-за оленя, либо из-за того, что это мне не близко. А в творчестве важна очень искренность в любом случае. И если что-то делать, что тебя не трогает, это, скорее всего, люди почувствуют, что это что-то не то в этом. Нет, тут скорее нужно, если про выступления диджейские, конечно, нужно ловить вайп и стараться показывать, что тебе нравится, что ты играешь. Но, опять-таки, показывать это одно. Тебе на самом деле должно это нравиться. Если тебе нравится, то даже на танцполе 10 человек, они увидят тебя, что тебя качает, и они тоже будут качать. Я, кстати, с тобой полностью согласен. Всегда во всех интервью говорят, что главное делать все по-настоящему искренне, потому что люди это чувствуют. Как только вы делаете именно то, что идет из души и сердца, все это почувствуют, в это поверят. И у вас просто будет успех, я так думаю. А если вы будете делать неискренне, да какого бы у вас там суперматериал бы не было, никто в это не поверит, и просто от вас отвернутся. Если что-то делаешь, делай хорошо и по-настоящему, не думая о чем-то другом, а тем более какой-то корысти. Я Демок Баш, это был Кспиктур. Баш, 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 Баш. Ты давно начал свой творческий путь. Скажи, какие были тогда сложности, и какие именно сложности сейчас? Тут интересный вопрос. Когда карьера только начиналась, было, с одной стороны, проще, как кажется, потому что мы просто отправляли CD-диски на лейблы, и не было такого разнообразия музыкантов. И в целом вообще музыкантов не так много было. Сейчас каждый может скачать Ableton, Fruity Loops, Cubase, что угодно, посмотреть пять уроков на ютубе и плюс-минус уже накидать бит. Супер легко. Но при этом потоки музыки такие огромные, что среди этих потоков попасть на лейбл, чтобы тебя заметили, стало намного сложнее. И тут как бы парадокс. То есть, поначалу, да, мы отсылали диски, нас было меньше, ну и спрос вроде бы был выше, а сейчас спрос еще более огромный. Я до сих пор не понимаю, проще сейчас или сложнее. С одной стороны, проще, с другой стороны, намного сложнее. Мне кажется, проще молодому куда-то пробиться. Ты можешь просто залить свой трек на сутки. В этом плане абсолютно, да. Ты можешь без лейбла, минуя все эти темы, себя репрезентовать вообще спокойно. Если ты реальный талант, лет 20 назад ты мог прозябать, тебя не заметили и все, и ты перестал что-то делать. А сейчас все, Bandcamp, так далее, сам себе клип снял, сам о себе рассказал, никакие лейблы тебе не нужны. Но при этом ты никому не нужен. Потому что таких, как ты, плюс сто пятьсот. Потому что каждый может так сделать. Да, да, да. В чем тогда успех трек, тот, который остается на года, или тот, который остается с фастфудом? Я вот считаю, что музыка, по большому счету, это фастфуд, который производится в больших количествах. И какую-то крупицу алмаз найти там очень сложно. Тот, который захочется переслушать. И тот, который себе сохранишь, и будешь всегда слушать. Вот как этого добиться? Ну, опять-таки, сейчас раньше это было намного проще. Как сейчас это сделать? В чем успех? В чем секрет? Опять-таки, повторюсь, мы не делали, если мы говорим про альбом с бопом, мы не делали, пытаясь что-то кому-то доказать, и сделав трек, типа, до века. Хотя, в любом случае, я считаю, что сейчас такие потоки стриминга музыки, что это все забывается через день, неделю, месяц. Не остается настолько, как раньше. Вот я помню, когда я покупал CD-диск, и ты его слушаешь просто до дыр. Сейчас каждый день, я помню статистику, ну, я не буду врать, выходит просто каждый день тысячи треков. Это минимум. Да, это просто минимум. Может быть, сотни тысяч. Как среди этого потока оказаться хоть как-то запоминающимся, я понятия не имею, это как бы... Как ты добиваешься того, что твою музыку хочется переслушивать и сохранить себя? Ну, опять-таки, она тебе должна нравиться, трек. Ну, то есть, ты понимаешь, что тебя цепляет, и тебе самому хочется послушать. Если тебе нравится, значит, и нравится... Тебе часто вообще говорят, что, блин, офигенная музыка? Наверное, да. Ну, ты искренне? Ну, да, да. Не, ну, да. И в этом, как бы, главный прикол мотивационный. А жена у тебя музыку твою любит, ценит? Да, и она очень критична в хорошем смысле. И мне нравится ее прислушиваться, потому что она очень сильно тоже разбирается в электронной музыке. И она не так любит драм-н-бэйс, как другие жанры, вот. Но она чувствует фишку и вайп. Если ей нравится, я тоже понимаю, что уже двум человекам нравится, мне и жене. Значит, понравится всем остальным. Слушай, вот в каждом треке, как и в каждой книге, в фильме должна быть идея. Вот, и вот ты, например, идешь по улице, метро там, или еще где-то едешь. У тебя вот возникла прямо идея в голове. Да, да. Как ты ее запоминаешь? Ну, просто запоминаешь и думаешь, вот, сделать бы что-то. Опять-таки, это зачастую работает в рамках референсов всяких. Либо тебе понравился трек какой-то, и ты вдохновлен и хочешь сделать что-то примерно такое. Либо у меня часто, опять-таки, поскольку я люблю кино, что-то я там смотрю. Мне нравится какая-то фраза, диалог из фильма. Я такой начинаю думать, ок, это надо использовать. Либо какие-то звуки. У меня очень много сэмплов в треках и из кино, которые никто не знает, как они там показывают. Ну, потому что за авторские могли бы притянуть очень сильно, вот. Я там изменяю их и так далее, но, типа, это круто. Эта работа уже, ну, невозможно создать что-то с нуля в вакууме. Ты все равно либо основываешься на творчестве других людей до тебя, либо используешь какие-то моменты, и из этого создаешь что-то новое. А учитывая, что мы живем в эпоху уже, наверное, мета-постмодерна, это уже актуально, как никогда. Музыка, дармон-бэйс. Мы всегда в Питере говорили, что в дармон-бэйсе денег нет. А что главное в твоем понимании, это музыка, либо финансовая составляющая? Ну, поскольку я уже взрослый мальчик, естественно, и то, и то. Сколько самый большой ты заработал на ДНБ? Самый твой большой гонорар? Вообще, вот за раз сколько ты получил денег один? Ну, наверное, больше всего там полмиллиона. За один раз? Ну, это было роялти за определенный период. Ну, там за полгода где-то, да? Ну, чуть больше. Вот именно, видите, мотивация какая? Полмиллиона на роялти, блин, почему бы и нет? Даже если так подумать, если вы пишете дармон-бэйс и полмиллиона хотя бы раз в полгода, миллион в год, если ты молодой, у тебя много сил и много идей, почему бы и нет? Говорят, что в жизни нужно попробовать все. А ты вот готов все попробовать? А что бы ты ни стал делать никогда? Блин, даже много вещей. Я бы никогда не был, не украл бы ничего. Ну, это стандартный вещь. Ладно, самый экстремальный твой поступок в твоей жизни? Нет, это без комментариев. Слушай, самый лучший момент твоей жизни, с которым ты мог бы поделиться с нашими зрителями? Ну, связанный именно с дармон-бэйсом. Много, на самом деле. Какое-то выступление, которое было суперприятным. Первый релиз на Metalheads, типа, когда мне Голди позвонил, когда мне LTG Booking позвонил, а я жил в общаге, и сказал, что я сделал какой-то умопомрачительный трек, хотя трек достаточно средний был. Ну, то есть, да. А Голди вообще такая знаковая фигура. Вот, я сам его очень люблю, как его музыку, мне нравится оба жизни его, и вообще он офигенный. И вот ты вот один из моих знакомых, кому он лично звонил. Ну, так, ты можешь вспомнить тот момент, когда он тебе позвонил, что-то в этот момент делал, и как он говорил? И что он тебе сказал? Да плюс-минус то же самое. Я что-то делал, он позвонил и начал что-то говорить. И я ни хера не понял. Ну, я понял, что ему понравился трек, по-моему. Dreamcatcher. Ну, ты ждал-то звонок? Не-не-не, абсолютно нет. Ну, ты так вот берешь телефон, да-да, плюс-44. Ты ему сказал, алё, или что? Да-да, конечно, алло, и там, а-ха, и все. И ты такой, типа, yes, hi, yes, как дебил. Ну, тут еще статус очень сильно давил, и ты такой, как, на тот момент, как букашка, такой, типа, меня кто-то признал из великих. Ну, это, блин, хороший статус такой. Ну, норм. Ну, вернемся, однако, к тому творчеству слушаю. У тебя много написан треков, много где-то выпускался. А у тебя есть какая-нибудь общая нить, связующая все твое творчество? Какая-нибудь общая идея? Ну, не мне. Говорите об этом, конечно. Ну, как ты думаешь сам? Ну, я думаю, да, у меня есть, типа, прикол вот этой такой мелодики интересной, минорно грустной. Наверное, да. Это узнаваемая фишка, и это работает. Хотя, делом разное. Мы начинали вообще там с Аминов, Дарксайда и так далее. Я не знаю, наверное, нет. Она есть по-любому, но как-то ее описать конкретно я не могу. Драм-бейс, я вот считаю, что он самая такая прогрессивно меняющаяся музыка на данный момент. Она очень сложная стала за несколько лет. Хотя, вот, другая музыка, там, хаос, техно, она практически не меняется. Вот, как ты думаешь, во что перерастет ДНБ в течение пяти лет? О, хорошо вопрос. Понятия не имею. Все прогнозы и предположения, которые я сам для себя делал, а даже иногда их декламировал для окружающих, они практически никогда не сбывались. Поэтому предположить что-то. В целом, если говорить глобально, мне кажется, все немножко уткнулось в потолок, все перемешалось, и т.д., и т.п., и вроде как ничего нового плюс-минус не может появиться. Скорее всего, изменится форма. Не содержание, а форма. Каким образом это изменится, я не знаю. То есть, может быть, искусственный интеллект в этом плане как-то даст какое-то развитие музыки. Но пока что все, что происходит, это смешение всего подряд, совсем подряд. Мне бы казалось, что когда-то должен все-таки прийти атмосферик Drum'n'Bass Intelligent, который был Good Looking, и так далее, чтобы он вернулся именно в той мейнстримовой форме, которой он был в конце 90-х, когда хотелось бы, чтобы каким-то образом это произошло. Но как это будет? В целом, Drum'n'Bass, он уже немного не про актуальность, несмотря на то, что ты прав, саунд очень сильно развивается в Drum'n'Bass, и просто об этом мало кто знает. Молодежь слушает рэп в большинстве своем. Молодежь редко слушает сейчас Drum'n'Bass. Это для них не новаторская музыка. Это она, нам кажется, новаторская, она такая есть по продакшну, по саунду. Но молодежи это неинтересно, до них это не доходит, и получается, что это все как-то в своем супе тоже варится, и типа, кто любит, тот любит. Очень небольшой приток свежей крови в плане слушателей. К сожалению. Почему? Я не знаю. Так происходит. Возможно, нужно залететь опять-таки в мейнстрим каким-то образом с Drum'n'Bass, чтобы притянуть людей, обывателей в этот жанр. Тогда, возможно, это сработает. Пока что, да. Drum'n'Bass — это... Ну, я с тобой немножко не соглашусь, потому что сколько я, как фотограф, фотографировал разных тусовок техно, хардкорда, хаос. Drum'n'Bass — это самая молодая тусовка, то просто она обновляется. Молодежи очень много. Я так думаю, почему? Потому что эта музыка такая, она какая агрессивная, она движущая. Ну, понятно, что есть большая аудитория хип-хопа, рэпа — это да. Но Drum'n'Bass — это я могу сказать по Питеру, по крайней мере. Сейчас уже часто в пробках стоишь везде, играй Drum'n'Bass по многих тачках. Drum'n'Bass — лично для меня это как ритм жизни. Этот бит, он как-то на тебя влияет. А как он на тебя действует? Вот именно. Я, может, кого-то разочарую. Я в целом не очень сильно Drum'n'Bass слушаю сейчас. То есть есть отдельные лейблы, которые я слушаю, отдельные артисты. Большинство Drum'n'Bass мне абсолютно не нравится. То есть его популярная часть. Опять-таки в этом нет никакой проблемы. Такой у меня сейчас вкус на данный момент. Мы играли на пиратской станции у вас в Питере с трафиком. И там мы сходили на танцпол, было очень много людей за 30. Там не было как вот в 2005 на пиратке той же в юбилейном, где были 15-летние. И выше. Да-да-да. И ниже. И ниже, да. Было очень много людей взрослых. У нас на вечеринках московских дата очень много людей 30+. Есть молодые, прикольные, красивые люди, но все равно костяк, ядро уже... Ты тебе к этому за 30. С тобой полностью согласен, да. Что бы ты пожелал начинающим джонглистам и любителям и ценителям ломаных ритмов? Любви. Любви. И самокритики. И слушать правильную, хорошую музыку. Я Демок Бараш, это блог Спиктум. Баш, 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 баш. Итак, в нашем блоге вопросы о зрителе это наша классическая рубрика. Мы собираем вопросы в наших соцсетях и потом спрашиваем у наших гостей. А в чем сила, брат? И, кстати, следите за новостями в Телеграме, ВКонтакте. Там мы выкладываем наше будущее интервью и вы всегда можете задать вопрос интересующий вас музыкант, артист. Вопрос номер один. Коля Топпер спрашивает у тебя, почему ты до сих пор в России, а не как многие ДНБ продюсер уехали за рубеж? Кто куда уехал, это их личное дело и вообще у всех разные причины. Я стою здесь, потому что я люблю Россию, я люблю Москву. Ник Зигзаг спрашивает. Я считаю Глеба одним из гениальных ДНБ музыкантов в мире. Он во многом повлиял на мой стиль написания музыки. Очень хочу записать с ним коллаб. Возможно ли это? Наверное, все возможно. Но учитывая, что я копаюсь и до данного момента в своих работах и пытаюсь найти себя в очередной раз, пока что не сейчас. Зигзагу респект, привет, классные треки у тебя. Ты знаешь его даже? Да. Кирюшка Беглов спрашивает. Глеб, идешь ли ты дальше с микрофанком? Мое мнение, что это космическая коллаба, к сожалению, ценителей не так много. Помню тебя по 2000 годам плюс какому-то году на вечеринках в пропаганде. Ты хорош был. Да. Пятерочка. Огонь, да. Пробка был, огонь. Микрофанк, ну то есть это настолько штучный, эксклюзивный момент, что не хочется часто выпускать на микрофанке треки. Во-первых, там вообще не часто они выпускаются. изредка радуют людей. Когда-то, да. Вот у меня эпишка вышла Меркури с офигенным дизайном. Дмитрий Лебедев спрашивает. Глеб, привет. В одном из подкастов Twisted, кажется, в 2007 году номер 2 вами был тег-интрек с названием Jane People Change. Искал его долго, найти не смог. Есть ли возможность где-то его услышать? Вряд ли. Хороший ответ. Глеб Антонов спрашивает. Расскажи про тег Digital Symphony. Граммбейс это безносовершенство. У меня был когда-то пиратский диск, там, где автором трека был записан Technical Itch. Только пару лет назад узнала, что это Subway. Русские слова в Драммбейсе тогда очень мощно смотрели. Ну, мы уже говорили сегодня об этом треке много, да. Но, типа, была вот эта фигня, что почему-то трек выходил от имени Technical Itch. Ну, видимо, на каких-то пиратских форумах и так далее. При этом, как бы, я, типа, набрал на Ютубе том же дофига просмотров. Там вот Technical Itch и Subway. Алексей Шмоголенко спрашивает. Глеб, назови, пожалуйста, твоих самых любимых ДМБ-треков за все времена. Comics Be True, Debridge True Romance и, наверное, Adam F. Терклс. Теперь от Boss Label Life History Ивана Хорвина. Выражаю благодарность за ту деятельность и подход, что ты проявляешь. Сам, когда-то учился писать ликвид по своему вебинару. Уважение. Очень ждем тебя на Life History и давно пора залетать на питерские лейблы. Как ты на это смотришь? С удовольствием. Но вначале я хочу на дате выпустить EP-шку или сингл, потому что вообще, кто не знает дата, это лучшие вечеринки в России и лейбл лучший в России и Dramon Bass. Слушай, ну вот у меня вопросы к тебе закончились и от зрителей закончились. Может быть, у тебя есть что-то такое сказать, а о чем я тебя еще не спросил. У тебя есть полное право говорить все, что хочешь, все твои мысли, желания. Давайте любить друг друга. Ну хорошо, спасибо, что ты был в интервью у нас. Это был Глеб Савеев, я был Дима Баш. Я не туда посмотрел это интервью до конца. Не туда сказал. И я еще буду ниже не спускаться, подпишись на канал, напиши комментарий, не забудь. Всем пи-с. И я Дима Баш, это был Кспиктур. Баш, баш, баш.